Здравствуйте! В прямом эфире программа «Территория права». Вложение средств в недвижимость сегодня является одним из самых привлекательных способов инвестирования. Особенно привлекательным он становится при появлении возможности приобрести жилье со значительной рассрочкой, а то и вообще даром. Ведь зачастую пожилым собственникам недвижимости не требуется единовременный выпал, и то они согласны передать квартиру в дар с условием содержания новым собственникам этой квартиры и представления им для проживания. Тема нашей сегодняшней программы «Рента. Плюсы и минусы сделки» я представляю гостя в студии нотариус Красноярского района Самарской области Портнова Ольга Александровна. Здравствуйте, Ольга Александровна! Уважаемые телезрители, традиционно мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефон на прямом эфире. 30 минут в вашем распоряжении. Если вам нужна консультация нотариуса здесь сейчас, дозванивайтесь к нам и задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ну что же, Ольга Александровна, возможно ли заключение договора дарения вот с такими условиями, о которых я только что сказала выше? Нет, на этот вопрос однозначно отвечаем, что договор дарения с такими условиями заключен быть не может. Не может, потому что договор дарения, прежде всего, это безусловная сделка. По договору дарения одна сторона передает другой стороне безвозмездно в собственность вещи или имущественные права, и при этом встречного исполнения обязательства не требуется. Как только появляется встречное исполнение обязательства, то этот уже договор нельзя назвать договором дарения. То, что вначале было озвучено в вопросе, это больше можно подвести под такой вид договора, как договор ренты. Ну хорошо, а так в чем принципиальное отличие договора дарения и договора ренты? Ну, как я уже сказала, что договор дарения – это безусловная сделка, и исполнение каких-либо встречных обязательств не требуется. По договору ренты как раз требуется исполнение встречных обязательств, то есть выплаты рентных платежей, либо предоставление содержания, и это является возмездным договором, и как раз в этом принципиальное отличие от договора дарения. Законодателям предусмотрено три разновидности договора ренты. Первое – это договор постоянной ренты. Получателями рентами по такому договору могут быть граждане и некоммерческие организации. Срок выплаты рентных платежей не ограничен каким-либо определенным периодом, и права получателя ренты могут быть переданы по наследству, перейти к правоприемникам при реорганизации юридического лица, а также могут быть переданы по доступку права требования. Пожизненная рента – это вторая разновидность договора. В данной ситуации у нас уже появляется ограничение рентных платежей, они выплачиваются в период жизни получателя ренты. Получателем ренты может быть гражданин. Я уже сказала, что срок рентных платежей ограничивает сроком жизни получателя ренты. И также разновидностью договора является договор пожизненного содержания с ождевением, по которому также получателем ренты может быть только гражданин. Гражданин может передать в собственность другого лица, который может обеспечить ему содержание, свою недвижимость в собственность. Да, поэтому вопрос. Вот к статистике, если обратиться, а вот какой из этих видов договоров меньше оспаривается? Если меньше, то почему? Ну, данными статистики я не обладаю. Что хотела сказать по оспариванию? Оспаривать можно все, что угодно. Любой договор, любую сделку можно пытаться оспорить, были бы основания. Главное, чтобы было с чем обратиться в суд со спором. Оспариваться может договор, если он заключен с нарушением законодательства либо каких-либо законодательств, подзаконных актов. Если он был заключен под воздействием заблуждения, под насилием, угрозой. Вот, наверное, основные такие факторы, когда можно оспаривать договор. Да, любой. Я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 202.11.22 ждем ваших вопросов. Дозванивайтесь, пожалуйста, 30 минут. Как я уже сказала, в начале программы в вашем распоряжении. Звоните, задавайте свои вопросы. Мои сегодняшние гости – нотариус Красноярского района Самарской области Ольга Александровна Портнова. Принимаем звонок. Здравствуйте, вы в студии. Алло. Здравствуйте. Слушайте. Это... Алло. Да, слушаем ваш вопрос, говорите. Вот, и это вас беспокоит, это жительница Самара. Скажите, пожалуйста, а вы оформляете дарение, завещание? Спасибо за вопрос. Да, конечно, любой нотариус оформляет и завещание, тем более завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению, да, либо, может быть, удостоверено специалистом сельской администрации в той местности, где нет нотариуса договора дарения тоже, да. У нас для договора дарения есть обязательная нотариальная форма, да, и есть необязательная, когда можно заключить договор дарения в простой песенной форме. Для более подробной информации можно обращаться к любому нотариусу, вас обязательно проконсультируют. Да, ну и, конечно, вам в помощь, уважаемые телезрители, телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, где консультанты всегда ответят на ваши вопросы и проконсультируют по любому нотариальному вопросу. Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что тема сегодня договор дарения, ренты, обсуждаем вот эти актуальные вопросы. Можно ли передать в ренту часть квартиры? Я бы сказала, не часть квартиры, наверное, а долю в праве собственности на квартиру. Да, долю в праве собственности на квартиру можно передать в ренту, но только если это речь идет о постоянной ренте, либо о пожизненной ренте. По договору пожизненного содержания с сождевением передать можно только целый объект недвижимого имущества, то есть целую квартиру, целый жилой дом, целый земельный участок. Долю в праве собственности по договору пожизненного содержания с сождевением передать нельзя. Ну то есть на все эти моменты, когда люди обращаются к вам с этим вопросом, вы, конечно, указываете и консультируете именно о тонкостях заключения этих договоров. Хорошо, а кем определяется размер рентных платежей и что входит в обязанности плательщика по предоставлению содержания с сождевением? Размер рентных платежей определяется соглашением сторон. То есть, соответственно, как стороны договорились между собой, этот размер рентных платежей и фиксируется в договоре. Но законодателям предусмотрен нижний предел рентных платежей. Так, например, по договору постоянной пожизненной ренты, рентные платежи не могут быть меньше минимального, установленного в субъекте Российской Федерации, прожиточного минимума, установленного на душу населения. Если в субъекте Российской Федерации не установлена такая величина прожиточного минимума, то используется величина прожиточного минимума на душу населения, установленного в целом по Российской Федерации. Что касается договора пожизненного содержания с сождевением, то здесь речь идет о предоставлении содержания. Но этот объем предоставляемого содержания должен быть в денежном эквиваленте выражен в договоре. И для такого договора законодатель устанавливает нижний предел, это довойная величина прожиточного минимума. Ольга Александровна, а что если в договоре пожизненной ренты, вот как, допустим, у моих знакомых, просто сейчас сразу пришел на память этот вопрос, заключивших договор, к примеру, в 2005 году размер рентных платежей установлен в зависимости от минимального размера оплаты труда, как быть вот в этом случае? Да, у нас раньше был привязан размер рентных платежей к минимальному оплату труда. В настоящее время изменилась формулировка в статье, и стороны вправе внести изменения в договор. Но если они этого не сделали, то в любом случае при исчислении рентных платежей, при каком-то споре, все равно будет приниматься тот размер, который установлен на сегодняшний день в законодательстве. То есть от величины прожиточного минимума. Спасибо. Я думаю, что более чем понятно. И напоминаю нашим уважаемым телезрителям, что мы ждем ваших вопросов по телефону 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире. Дозванивайтесь, не упустите такую возможность и задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ну а вот как осуществляется оплата по договору ренты, и как обеспечить интересы плательщика ренты, если получатель будет, ну, к примеру, уклоняться от получения платежей? Такое тоже ведь бывает? Ну да, наверное, на практике-то всякое бывает. Все разные люди. Значит, если у нас рентные платежи, предусмотренные договором, выплачиваются в денежном эквиваленте, то, естественно, может быть переданы денежные средства как наличным путем, да, наличным денежным средством передается получателю ренты, так и безналичным путем могут быть зачислены на расчетный счет в любом Сбербанке, либо в любом коммерческом банке. Если речь идет об уклонении получателя ренты в получении вот этих платежей, да, то плательщик ренты всегда может воспользоваться и внести денежные средства на депозит нотариуса. Таким образом, его обязанность по исполнению договора, выполнение его обязательств по договору ренты будут считаться исполненными вовремя, и это позволит избежать каких-либо споров в дальнейшем. Ну и потом человек просто-напросто застрахует себя от неожиданностей, да, различных? Ну да, то есть почему происходит уклонение получателя ренты, никто не знает, умышленно он это делает, да, или у него есть какие-то обстоятельства, но чтобы это не могло быть потом использовано во вред плательщика, добросовестного плательщика ренты, он может вот использовать депозит нотариуса и внести эти денежные средства, тем самым зафиксировав исполнение своих обязательств. Я думаю, что сейчас уместно будет сказать о том, что действительно договор ренты нужно заключать только у нотариуса, либо это можно сделать у адвоката. Нет, законом предусмотрено, что форма ренты только нотариальная, то есть договор ренты любой постоянной, пожизненной, пожизненного содержания сождевением подлежит нотариальному удостоверению. И если речь идет о передаче недвижимости, то еще и о государственной регистрации, перехода права на такую недвижимость, поскольку у нас по договору ренты переходит право собственности к плательщику ренты на тот объект недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор. Сразу уже после подписания договора ренты? Подписываем договор ренты у нотариуса, и в дальнейшем этот договор подлежит предъявлению в регистрирующий орган для регистрации перехода права по этому договору. Так в таком случае может ли плательщик ренты продать имущество, переданное под выплату ренты? Вот есть квартира, могу ли я на следующий день ее продать после заключения? Значит, теоретически да, возможно, потому что вы стали собственником, но у нас объект, который передан под выплату ренты, он автоматически попадает в залог. То есть у получателя рентных платежей возникает право залога в силу закона на переданный объект недвижимого имущества. А объект, который находится под обременением, в данном случае в залоге, им можно распорядиться только с согласия залога держателя, в данном случае получателя ренты. Соответственно, если у нас получатель ренты дает свое согласие на распоряжение этим объектам недвижимого имущества, то... Неважно, это квартира? Неважно, земельный участок, да, то плательщик ренты может распорядиться, продать этот объект, но в этом случае нужно всегда помнить о том, что продавая такой объект, покупатель, приобретатель этого объекта получает не только сам объект, но и обязанности по исполнению договора, который был заключен ранее, то есть договор ренты, да, поэтому здесь уже вот зависит от того субъектного состава, кто готов такой договор, да, такой договор. Спасибо большое, мы принимаем звонок от телезрителей, говорите его в эфире программа «Территория права», слушаем вас. Звоночек у нас сорвался, тем не менее, дозванивайтесь к нам, пожалуйста, в студию, дождитесь, пожалуйста, окончания ответа нотариуса, и мы обязательно примем ваш звонок. Дозванивайтесь, 22-11-22. Прекратит ли договор ренты действовать в связи со смертью плательщика ренты? И что делать в таких случаях? Смерть плательщика ренты не является основанием для прекращения обязательств по договору ренты, поскольку, во-первых, это не названо в законе как основание для прекращения договора ренты. И у нас платящий ренты получил в собственность объект, да, уже получил при подписании договора, после регистрации перехода правом, стал собственником. Соответственно, если он умирает, то этот объект входит в наследство после умершего плательщика ренты. Согласно Гражданскому кодексу у нас наследуются не только права, но и обязанность. То есть не только у нас имущество наследуется, но и долги у нас наследуются. Соответственно, обязанности по договору ренты переходят к наследнику плательщика ренты. Ну хорошо, а если наследники-то имеют право, они могут принять наследство, но могут от него и отказаться. В таком случае как здесь быть? Ну, в данной ситуации я, конечно, редко предположу, что такое возможно. Но, допустим, если долги превышают само имущество. Нет, но здесь будут рентные платежи, также обязанность выплаты рентных платежей, которые предусмотрены были договором. То есть, соответственно, наследники получают объект в собственность, но обязаны эти обязанности выполнять плательщика ренты. Ну, существует возможность предусмотреть выкупную цену и ренты. И в данной ситуации, если у нас собственниками становится несколько человек, да, то у нас может и получатель ренты поставить вопрос о выкупе этой ренты. То есть, соответственно, можно решить вопрос иначе. То есть, не оставляя вот эти рентные платежи на длительный срок. То есть, он может заявить о своем желании, чтобы плательщики выкупили эту ренту. Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, ну, просто очень любопытно. А вот, если в наследство досталось, то это нужно все также оформлять у нотариуса. Вот процесс оформления всех документов. То есть, вот расскажите, пожалуйста, о цепочке этой. Нужно документы взять, прийти к нотариусу, и что дальше? Ну, естественно, это все оформляется у нотариуса. Наследство любое, на любой объект оформляется у нотариуса. Документы на имущество приносятся. Из которых нотариус видит, что объект поступил в собственность согласно договору ренты. Какой? Постоянный, пожизненный, пожизненный, пожизненный содержание сождевением. Соответственно, запрашиваются выписки из Росреестра, где мы также проверяем эту информацию. И все в обычном порядке. Также просто будет обременение права залога, которое также пойдет на имущество, которое получено будет в наследство. Все то же самое. Вся та же процедура. Вся та же процедура. Да, все просто будет указываться в свидетельстве. По правильному следствию. Спасибо. Ничего особенного. Обращаюсь к телезрителям. 202-11-22. Звонитесь к нам в программу «Территория права». Мы примем ваши звонки. И нотариус Красноярского района Самарской области Портнова Ольга Александровна сегодня на них ответит. Ну и также, конечно, вам в помощь сайт и телефонно-наториальной палаты Самарской области, где консультанты в рабочее время также консультируют вас по вопросам наследства, брачного договора. Вот сегодня мы говорим о ренте. Ольга Александровна, а можно ли расторгнуть договор ренты? И если да, то по каким основаниям? Назовите, пожалуйста, самые известные, скажем так. Расторгнуть договор, конечно, можно. Прежде всего, по обоюдному согласию, если стороны пришли к соглашению, что больше не нуждаются в подобных отношениях, они могут по обоюдному согласию в нотариальном порядке также расторгнуть этот договор. Если же инициатором расторжения является одна из сторон, и обоюдного согласия нет, то этот договор подлежит расторжению только в судебном порядке. А основанием для расторжения договора? Ну, опять же, может быть, самое распространенное – это, наверное, неисполнение своих обязательств плательщикам ренты по договору, по заключенному договору, просрочка платежей, либо вообще непредоставление рентных платежей. Если это идет речь о пожизненном содержании сождевением, возможно, неполное предоставление содержания, может быть, не такого качества, как ожидал получатель ренты, и поэтому он может использовать свое право и обратиться в суд для расторжения такого договора. Естественно, уже суд будет принимать решение по поводу достаточности оснований и будет ли расторгнут в дальнейшем этот договор. Ну, а дополнительные соглашения все равно же ведь можно составить к уже установленному договору ренты, ну, потерял человек работу, там временно не может он их исполнять. Вот такие обстоятельства учитываются, и если да, то к кому идти, опять же, к нотариусу, либо все это, как вы уже сказали, в судебном порядке? Или можно как-то договориться на этой стороне? Да, я поняла. Если у нас стороны согласны внести какие-то изменения в договор, то, естественно, с обоюдного согласия заключается дополнительное соглашение, и оно обязательно подлежит материальному удостоверению, потому что у нас общие правила действуют, все дополнительные соглашения к договору подлежат оформлению в том же порядке, в каком был оформлен основной договор. Соответственно, у нас для договора ренты предусмотрена обязательная нотариальная форма, соответственно, и все дополнительные соглашения к нему также подлежат нотариальному удостоверению. И опять же, возвращаюсь, если стороны пришли к соглашению, да, они могут заключить такое дополнительное соглашение. Может быть, это будет изменение размера рентных платежей, но опять же, нельзя забывать о предельном минимуме, который установлен законодательством, о чем мы сегодня уже говорили. Может быть, это будет изменен объем содержания, если это касается договора по жизненного содержания, сождевения. Может быть, еще какие-то, да, моменты, которые стороны посчитают для себя необходимыми зафиксировать, да. Ну вот, кстати, по поводу договора ренты, если, допустим, наследство можно оформить совершенно у любого нотариуса, привязки к адресу нет, то с этим договором ренты можно прийти абсолютно к любому нотариусу, либо это все-таки есть какая-то привязка адресная? Нет. Изменить, соответственно, если у одного составила второго, извините. Вот расскажите об этой процедуре. Нет. Договор ренты сейчас можно также оформлять у любого нотариуса, поскольку у нас идет переход права на недвижимое имущество, и сейчас нет привязки к району, где может быть заключен договор по отчуждению недвижимого имущества. Дополнительное соглашение. Ну, на мой взгляд, лучше заключать у того же нотариуса, лучше делать у того же нотариуса, где был и основной договор. Это обращает процедуру. Да, это просто удобство, да, наверное. А так нету никакой привязки. Спасибо. У нас есть звонок, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел уточнить. Вы, знаешь, специально договоры дарения есть нотариальные, есть в произвольной форме. Как понять произвольной форме? Спасибо большое за вопрос. По общим правилам у нас договоры могут быть заключены в простой песенной форме. Ну, это вот, от руки. Ну, конечно, давайте мы уже не каменный век от руки, да, все-таки это напечатанный должен быть документ, выглядеть цивильно, содержать все необходимые условия договора, существенные условия. То есть описаны стороны договора, объект, предмет договора, другие существенные условия, которые стороны оговаривают. А нотариальная форма, это форма, которая как бы удостоверяется специалистам, нотариусам. И в настоящее время у нас изменился несколько подход к удостоверению договоров. То есть законодатель ввел ряд сделок, которые подлежат обязательно нотариальному удостоверению. Это сделки с недвижимым имуществом, которые находятся в долевой собственности, да, при отчуждении доли какого-то объекта, либо если несколько сособственников отчуждается этот объект, то в этом случае обязательно нотариальная форма. Если на стороне продавцов есть несовершеннолетняя, у нас обязательно нотариальная форма, от несовершеннолетних дарение запрещено, поэтому здесь как бы мы не можем говорить о таком договоре. Так вот, если у нас, к примеру, собственник один объекта недвижимого имущества, и он желает подарить свой объект кому-то, то это можно сделать в простой писемной форме. По желанию может обратиться к нотариусу. Если есть пожелание сторон заключить и удостоверить этот договор в нотариальной форме, то пожалуйста, к любому нотариусу обращайте, конечно, всегда удостоверит, оформит и проконсультирует. Но как бы есть возможность такой договор заключить и в простой писемной форме. Но если у вас как бы ситуация такая, что собственников несколько, и вы решили подарить этот объект, то у нас здесь предусмотрена в настоящее время обязательно нотариальная форма. Наверное, ответила на вопрос? Да, конечно, безусловно. Но вот а на практике часто встает вопрос об увеличении рентных платежей, Ольга Александровна? У меня, скажу так, у меня не было таких вот ситуаций, чтобы часто обращались за увеличением рентных платежей. Но, наверное, такое тоже возможно. И опять же, возвращаемся к тому, что стороны вправе заключить дополнительное соглашение и увеличить рентные платежи. Если же рентные платежи были оговорены в договоре вот предельным минимумом, да, вот от величины прожиточного минимума отталкивались, и вот эту вот величину прожиточного минимума зафиксировали, да, в договоре, то, соответственно, этот платеж будет изменяться с пропорционально изменению величины прожиточного минимума. То есть, если будет меняться величина, то и, соответственно, будет меняться платеж. Рентный платеж. Но вот если у родственников рентополучателя право претендовать на его квартиру? Рентополучателя. То есть, если он у нас в ренту передал, родственники уже претендовать на это имущество не могут, потому что у нас собственность переходит, как я уже говорила, имущество с момента регистрации. Соответственно, удостоверили договор, зарегистрировали переход права, и собственник поменялся. Собственником стали плательщик ренты. И если у нас получатель ренты умирает, то если мы ведем речь о пожизненной ренте или о договоре пожизненного содержания с сождевением, то у нас договор ренты прекращается. То есть, рентные платежи уже больше не выплачиваются. Соответственно, наследники, получатели ренты не имеют здесь права претендовать. Что касается постоянной ренты, тоже я в самом начале отметила, что в данном случае права получателя ренты переходят по наследству к его наследникам. Соответственно, наследники могут получать рентные платежи за это имущество. Не важно, сколько времени прошло с момента заключения договора ренты, получатель умер и... Постоянная рента, это не ограничено сроком. Хорошо. Какие пункты обязательно должен содержать договор ренты, Ольга Александровна? Как любой договор, естественно, должна быть правильно, подробно описан предмет договора, то есть то имущество, которое передается под выплату ренты. Естественно, существенными условиями будут являться и рентные платежи, то есть размер рентных платежей должен быть оговорен и установлен в договоре, четко прописан. Если мы говорим о договоре пожизненного содержания с сождевением, то, естественно, тут нужно очень щепетильно, наверное, тщательно подойти к тому, как прописан объем содержания, что входит в это содержание, чтобы, опять говорится, не было сюрпризов ни для кого из сторон. То есть должно четко быть прописано. Какие обязанности входят в обязанности плательщика ренты? Что он должен делать? Должен ли он покупать продукты, обеспечивать медицинскими какими-то препаратами получателя ренты, осуществлять какой-то уход, возможно, уборка квартиры или дома, что там, какое имущество передано. Не знаю, может быть, сопровождение куда-то получателя ренты, прогулки и так далее. То есть вот объем содержания все зависит от требований сторон. То, что хочет получатель ренты получить от плательщика, а то, что плательщик может предоставить. То есть прописывается сразу в договоре. То есть у пожилого человека возможность изменить какие-либо условия уже после подписания договора нет, я так понимаю? В одностороннем порядке изменить договор нельзя. Поскольку это двухсторонняя сделка, то, опять же, чтобы изменить какие-либо условия, нужно согласие двух сторон. Поэтому если это желание только одной стороны, то это только в судебном порядке можно заявить о том, что хочет изменить какие-либо условия или расторгнуть договор в целом. И уже суд будет смотреть. Если стороны придут к обоюдной договоренности, то, да, возможно, изменить. Ну что же, спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Следите за нашими анонсами. Ну и, конечно, телефон и сайт Нотариальной палаты Самарской области всегда вам в помощь. Благодарю вас за ваши профессиональные ответы. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания.